Здравствуйте, глупо уважаемые любители ледных видов спорта! Как вы думаете, какое я сейчас решение принял в небе? Прямо вот сейчас. Я еду за планером. Я взял ручку, а то мы сейчас атакуем. Мы сейчас над горой Пик-де-Бюр. Мой ученик Рома летает и... Он сейчас пройдется по прямой, отдал ручку. Вот так, вдоль Пик-де-Бюра и потом налево. И пока он летает, я поделюсь с вами радостью. Как помните, кот Патроскин все время говорил, что... Одна корова это хорошо, а две коровы это лучшее. Ну, у меня сейчас три коровы. Даже больше. Я сейчас даже посчитать не могу, сколько. Сейчас посчитаю, сколько у меня планиров. Таурус это раз. Шляхер это два. Слизбе это три. Одноместный СР-27 деревянный. Это четыре. И сейчас я еду покупать... ДГ-500, 20-метровый, 22-метровый планер. Достаточно производительный. И вы спросите, почему? Ну, потому что так получилось. Потому что я наконец-то получил деньги за когда-то давным-давно проданную летную школу. До конца. И могу их потратить. И лучшая, наверное, инвестиция, как мне кажется, это планер. Вы спросите, Игорь, зачем тебе столько планиров? Я сам не знаю. Ну, как это? Хочется и того, и того, и того. И на самом деле планер это хорошая инвестиция. Я планирую сдавать этот планер в аренду периодически. Потому что он дорогой. И цена аренды очень высокая. А летать с учениками все-таки на чем-то попроще. Ну, иногда, когда очень погода такая яркая, нужно слетать очень дальние маршруты, можно, конечно, и на 32-м будет гонять. Но при этом на ДГшке вот какие-то локальные полеты. Хотя на 22 метра она также летает в Африке тысячные маршруты. То есть прекрасный планер. И самое главное, что в планере в том более, скажем так, ремонтопригодный мотор. То есть вот в этом планере основная сложность, что я не могу сам отремонтировать двигатель. То есть у меня хватает инженерных знаний. У меня руки растут откуда надо. Но я в этот движок залезть не могу. А на планере ДГ-500 я смогу. Мало того, там в комплекте идет запасной мотор. Мало того, мотор можно поменять на более современный соло при желании. То есть, ну, вот это такая игрушка, которая... То есть мне нравится... Я много полетал сейчас на старинных планерах, а мне нравятся старые планера. Я со старых начинал, но купил новый вот этот. То есть теперь хочу старый. Так что новый планер слишком дорого. Ровно через два часа, друзья, я буду рулить мимо вот этого Питдебюра. Туда вот, в сторону Гренобля. И еще дальше 700 километров в сторону Германии. На завтра утром у меня запланирован проверочный полет. То есть как покупается планер. Тут только что я с утра... Написал я с сайта Сигельплюк. Подъедил продавец. Мы с ним быстренько нашли общий язык. И договорились завтра посмотреть планер, облетать. Если все в порядке, я завтра днем составлю договор. Переведу депозит. И начнется процесс формуления планера. Как я и узнал. Очень просто. Вот смотрите. Вот сайт. Вот планер. Смотрим. Вот картинки всякие. Какой мотор. Значит, у него выполнена проверка 3000. Это очень важно, потому что 3000 проверка стоит как минимум 1015-20 евро может стоить. Налет у планера 200-1600 часов. У мотора налет текущий 41 час. У пропелевых 95 часов. Это очень классно. На нем летали тысячные маршруты в Альпах. Вот оснащение этого планера. Сайт очень хороший. По сути, это единственная площадка, на которой можно купить планер. Я кину ссылочку в описании. Очень удобно. Вылазите, смотрите. Надо зарегистрироваться. И тогда вы сможете отправлять письма вот этим вот продавцам планеров. Или разместите объявление, например, хочу найти такой-то планер. И потом кто-то захочет продать, сможет вам помочь. Пришлет вам всего. Я вот такой продаю. То есть это действительно очень удобная платформа. И я больше всего люблю, когда решение принимается вот так быстро и спонтанно. То есть мне пришла вот эта идея в голову, что вот-вот они деньги, их надо куда-то деть. Бывает одна проблема, денег нет. А бывает другая проблема, деньги есть. И они, к сожалению, стремительно дешевеют. Вот этот планер, который я покупал за 285 тысяч евро. Но теперь в такой же комплектации, если все покупать, это будет стоить 350. То есть стремительно растут цены, достаточно сильная инфляция. Поэтому лучший способ спасти ваше накопление. Ну, кто-то недвижимость покупает. Планер, кстати, считается в Литве недвижимостью. По-моему, во Франции тоже. Это недвижимое имущество. Регистрация на планера немецкая. Я планирую ее оставить, эту немецкую регистрацию. Как выглядит процесс покупки физически? Завтра я приеду, посмотрю планер, посмотрю все дефекты, попробую вам поснимать это видео, на что нужно обращать внимание. Потом сделаю проверочный полет. Потом мы составим договор, обычный рукописный договор или там на бумажке отпечатанный. Поставим две подписи. И после того, как на счет продавца я переведу деньги со своего счета, собственно, сделка будет считаться сделанной. Дальше я отправлю документы на смену собственника, оставлю немецкую регистрацию. Немецкая регистрация одна из самых удобных. И все. Привезу планер сюда и буду уже дальше на нем летать. Так что я еще не знаю, как это все пройдет. Я еще не знаю, что, в каком он состоянии. Знаете, пока ты в голове вот видишь мечту такую-то. Ты вот, я представляю. Я давно хотел подменный борт взять, потому что вот этот борт у меня один раз простоял в ремонте около месяца. Ну и это достаточно сложно, потому что перед друзьями, с которыми я летаю, есть какие-то обязательства. И нужно или искать планер в аренду, или не летать. Но не летать это совсем нельзя. А так будет две коровы. Ну, не две, больше, но вот уже будет такой пул, который, ну, по сути, летная школа. Настоящая такая, с несколькими планерами. Возможно, возможно, да у меня, например, это весной в аренду брал планер чемпион мира Кава. Летал на вот этом планере. Но он хотел и сейчас его взять в аренду, только я был на чемпионате мира. Я думаю, что на следующий год мы с ним договоримся, и можно будет взять уроки у чемпиона мира полетать вот прямо на этом борте. Так что расширяемся, друзья. И канал Мечта Летать растет, и все растет. Это радует. Должно быть развитие вперед, нужно идти, иначе остановка, по сути, как, идешь вперед, идешь, 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 обычно это вверх. Дальше остановка, и дальше после остановки или назад, вниз, или туда тоже может быть вниз. Лучше вверх, все время. Только вперед. Игигей. Погнали, погнали. Вот туда мне ехать. Сейчас я хочу как можно быстрее отлетать полет с Ромой. Третий полет меня выручит мой друг Саша. И завтра он, собственно, будет меня занимать, за что ему огромная благодарность. Поэтому ученики не страдают, а миссия по поездке за планером может быть выполнена. Ну и я сейчас в таком боевом настроении, когда что-то в жопе шило горит. То есть вот прям вот ярдрайв такой. И главное, мне нравится, когда все складывается. Когда ты пишешь с утра, думаешь, ну вот сейчас, а вдруг ответит. И вот просто вот в этот момент раздается звонок с телефона. Человек отвечает. Вы сразу с ним находите общую волну. Сразу хорошее настроение. Поговорили про Африку. Поговорили про Литву. Он, оказывается, был в Литве. Очень хвалил. Говорит, очень ему понравилось. Прям ездил специально в фалангу там на экскурсию, на пожить, на море покупаться. Класс. Я обожаю такое. Значит, все должно быть хорошо. У нас же канал позитивный. И непозитивно сложиться не может от слова совсем. Да? Вот смотрите, сейчас мой ученик найдет поток. Гляньте. Оп. Ай, красавчик, давай, закручивай. Ой, друзья, я сейчас такой счастливый, что вы даже не представляете. Я еще этот планер не купил, но мне кажется, это тот самый момент, когда счастья от предвкушения его больше, чем потом, когда это уже станет свершившимся событием. Вот напишите в комментариях, а бывает ли у вас такое. Бывает ли у вас предвкушение счастья. И вот я, наверное, могу сказать, что у меня это, наверное, самая яркая эмоциональная составляющая, когда вот ты ждешь события, ждешь, понимаешь, что оно будет прекрасным. Ты получаешь потом и от него удовольствие. Но от этого ожидания, особенно когда вот складывается пазл, этого удовольствия еще больше. Все, буду дальше работать и готовиться к поездке. Ох, у меня тысячи километров в дороге. Я только что приехал с чемпионата мира, проделал 1700. Буквально вчера вечером приехал. Думал, только бы не в дорогу, только бы не в дорогу. А сегодня, ааа, погнали. Ну, значит, погнали. Выпустили воздушные тормоза. Время 16 часов 22 минуты. Заходим на посадку. Мне осталось быстренько домой. Вот. Вещи, в принципе, собирать не нужно. Так, выкинуть все лишнее из машины, закинуть все нужное, взять денег и погнали. А планер принцессы не хочет снижаться, ревнует. Хочет в небе оставаться. Ничего, принцесса, будет у тебя компания хорошая. ДГ-500 М. Эгей! Ну что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, мы продолжаем. Мы наконец-то выехали из нашего населенного пункта Лоботима-Силион. И стремительно рвемся в сторону границы, ну, сначала со Швейцарией, потом с Германией. Ю-ху! Мы едем на встречу новым приключениям. Скорость. Оп. О! Хорошо, это наш римский мостик, который, ну, который, может сказать, римский. Обожаю эту дорогу! Я на самом деле очень люблю, когда местность такая пересеченная. Когда-нибудь вот так выбраться на улицу, ты сидишь и ты чувствуешь весь мир лицом. Ветер, запахи, вот это вот всего, что вокруг. Хайф. Илья, как тебе дороги французские? Да вообще, хайф. Смотри вперед. Хайф, хайф, хайф вообще. Клевые, клевые. У Ильи основное впечатление, что здесь можно в одно место ехать шестью дорогами. Да. И это правда. То есть мы сейчас едем в город Вейн, параллельно идет порядка шести дорог. С той стороны мы их называли коронавирусные. Потому что, когда был коронавирус, можно было совершенно свободно ездить по коронавирусным дорогам. Их не патрулировали. А вот эта дорога, она проверялась, да. Здесь нужно было всегда ездить с разрешением, что у тебя там полтора километра от дома, или ты ездишь в магазин, или к врачу, или вообще зачем-то. Вот. Здесь, конечно, удивление вызывает, ну, совершенно какая-то непотребная дорога. Вот кажется, ну, зачем она вообще есть? А чтоб была. И все. Вот сюда вот, на вот эту гору, почти на самый верх есть дорога лесовозная. Чтоб можно было собирать хворост, деревья, и топить там дом, например. Или просто гулять, или просто путешествовать. Там парапланетные старты, там мой друг Саша приземлялся на вертолете. Сейчас я как-нибудь покажу вам. Может быть, видео даже с ним, Сашей, слетаем. Сейчас как раз здесь. Только осталось вертолета его взбодрить. А это Платановая аллея. Вот раньше вдоль дорог сажали платаны, но этим платанам много лет. Ну, так получилось, аллея. Обочины нет, то есть уезжать куда-нибудь, варизаться некуда, но зато любой платан вас с удовольствием остановит. Не дай бог. Уезжаем в наш городок Вейн. Я думаю, что основной для нашего городка Ла-Батимон-Силион, потому что у нас там ни хлебушка не купишь, ничего. Здесь же есть магазины, супермаркеты, железнодорожная станция, вот этот вот Лепрозорий. Чего это такое? Ну, я шучу. Это вот как раз где тесты всякие коронавирусные делали все время. С чем бы это пошло? Я просто... Для самого тяжелого времени здесь было такое, когда ты не можешь никуда ходить. А французы, так как они любят везде ходить, они, мало того, любят везде еще выпить капельку. Поэтому для них это была просто трагедия. То есть вот такой городочек, в котором зелень, настроение позитивное. И вот сейчас я вам покажу... А сейчас я вам покажу. Вот бар замечательный, с видом на железную дорогу. И вот он был закрыт. Это была катастрофой для всех местных жителей. Потому что они думали, а зачем теперь жить? Это вот Новый год почти всегда, который есть. Вот городочек классический французский, который... Ну, вот в нем что-то есть там. Один магазин, другой магазин, люди живут и так далее. Каждый чем-то занимается. Вот вы всегда можете спросить, а чем? Да вот непонятно, чем. Хотя заметьте, что березы на чередеству сбрашиваете. Это дикое совершенно засука. Красный уровень опасности. Дошло до того, что березы сохнут. Такого я еще не видел здесь. Вот у вас тут хорошо, Кавер. У нас наблюдаются всякие там башенки. Вот так выглядит типичный центр вилле. Ресторанчик, табак. Табак это место, где не только табак продают. Где можно купить лицензию на вылов рыбы. Оплатить штрафы на машину. В общем, куча всего. Что еще у нас есть здесь в Вене? Заправки для электромобилей в большом количестве. Замечательная аптека. Аптека работает. У нас редкая аптека, которая работает почти круглосуточно. Очень качественный персонал. Очень улыбчивый. Очень веселый. Несмотря на то, что это аптека. Ну, так типичные домики выглядят. Вот домичек вокруг. Территория какая-то небольшая. Понятно, что не особо огородик. И вот подъезжаем к нашему супермаркету. Супер У. Я считаю его лучшим на районе. Чем я его люблю? В том, что за три года мы накопили бонусов. Купили огромный стол за 600 евро. На котором сейчас все обедают. Друзья, будете у меня в гостях. Рекомендую вот в этом магазине закупаться. И заправляться вот рубль 83. Мы заправились. Это к вопросу о том, что когда говорят, что Европа стонет от дорогого бензина. Да примерно как это было в 2014 году. Примерно так же это и осталось. У меня был первый планер. Джанус Сэм. И я покупал 98 бензин по рубль 80. Ну, сейчас вот 95, 1,79. Ну, может быть, на 10 копеек подорожало. Мне кажется, это несущественно. Поднимаемся по серпантину над городом Вейн. Вейн закончился. И пошла дорога в горы. В сторону Гренобля. Эгегей. Бля. Отважный водитель крутит руль. Не покладай лап. Да еще пока. Ого. Ты даже подуваешь шинами. Еще пока. Илья, тебе нравится эта дорога? Ю-ху. Обожаю это состояние, когда ты можешь высунуться вот так из машины и нюхая небо мучаться по дороге. Ю-ху-ху. Да, егей. Вот это счастье. Мы с вами говорим о счастье. Это маленький, но яркий кусочек счастья. Только вперед! И, друзья, жесткий серпантин. Мы прошли перевал, который отделяет нас от Гренобля. где-то 1200 с чем-то метров. И теперь спускаемся по извилистой дороге. Водитель тачится. Илья, тебе нравится такая дорога? Да, неплохо. Аж даже подвывает шинами. Друзья, из интересного. Вот впереди горка, над которой я как-то выпаривал. Я попробую даже видео найти. Я был ниже вот этой кочки. Вот прям по курсу. А, нет, вот этой кочки. И мастился уже на какое-нибудь поле внизу. Видите, на горизонте у вас несколько полей. Куда-то туда я собирался приземляться. Но выпарил и вернулся домой. Чем опасна долина Гренобля? Тем, что нет ни хера погоды в ней никогда. Бля. Вот поля. А вот горочка, с которой я выпаривал. Куда приземляться, если что? Ну вот там вот поля вполне себе приличные. И вот под горкой есть поля достаточно достойные. То есть, если было бы желание умаститься, умостишься. Высоко, страшно. Сейчас будем езжать в туннель. Это недостроенная дорога. Ее постоянно достраивают. Сколько я лет здесь живу, все года достраивают. Ну, точнее так. Не достраивают, а пытаются договориться, кто должен достроить. Потому что это остался кусок. Если вы достроите, то будет прямая дорога от Гренобля до Ниццы. Скоростная, все дела. А пока кусочка нет. Друзья, пока Илья рулит, я тут пытаюсь, видите, почитать характеристики, особенности, нюансы. На что завтра смотреть при приемке планера. Ну так, вкратце, 22 метра. Площадь 18 квадратов. 550 килограмм пустой. 825 килограмм взлетный вес. Очень похож на Принцессу. Может быть, вотер балласт. 100 литров. Но он нам нафиг не нужен. Вот как выглядит крыло из четырех частей. Достаточно длинные консоли престижные. Ну, то есть, опять же, похож на Принцессу. Чудес не бывает. Ну и дальше смотрим, что про него пишут. Там скорости, которые нельзя превышать. Ля-ля-ля. В общем, много всего. Перегрузка 5,3 минус 2,65. Все, как мы любим. В общем, буду изучать. Вот эта страничка мне, друзья, понравилась. Как правильно крутить петли и прочую всякую хрень. Срывы, штопора. Все это описано. Скорости, как вообще себя вести. Отлично. Все делает. Петлю можно делать официально. В отличие от моей принцессы, на которой петлю не разрешают. Типа, это аэропатическая фигура. То есть, наш мир становится все более миром запретов. Типа, нельзя. Должен быть официрован по дэробатику, планер там. А вот здесь можно и все. Так что, ДГшечка будешь у меня крутить. И штопора, и петли, и все остальное. Нам вот здесь-то в выдувале разрешают. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что в середине долины ничего нет. Есть аэродром где-то сейчас справа от нас, на который как-то я мастился приземляться. Начимся в сторону города Шамбери. Очень впечатляет, когда половину обзора занимает гора. И мы приближаемся к пункту Поборы, где берут деньги за движение по автодорогам. Но, кстати, берут совсем немного. То есть, если сравнить с кусочком, который ты проезжаешь в Подмосковье от МКАДа до аэропорта Шелематьево, то, конечно, ты подъезжаешь и любишь французов все больше и больше. Потому что это почти бесплатно. А я вам сейчас покажу. Куда его ставать-то? Вот сюда, по-моему. Да, почем у нас проезд? Ты в другой страны переверни. Да еще раз переверни. Стрелочку видишь? Стрелочка дорисована. 6 евро 10 копеек у нас сегодняшний. Not so bad, как говорил Клаус. Всегда будет логично спросить, да за сколько километров? Ну, километров за 46 евро. Терпимо? Да по-разному бывает. Вот за 105, а не 4, по-разному. Меня всегда, друзья, вот эта гора впереди радует. То есть ты едешь как бы вниз, и она встает перед твоими глазами. Очень красиво. За этим склоном город Анси. Подъезжаем к концу, а дальше граница Швейцарии. Доброе утро, друзья. Мы ехали, ехали, вот так неприметно заехали. И вот смотрим, рассмотрим хвост планера. О! Это значит доброе утро. Ехали мы горами высокими, дорогами глубокими. Спали ночью в машине. Домчались отлично. Настроение конь огни, пилоты молнии. Это у нас, видите, хвост планера. Вот макетик стоит. Я так понимаю, что это просто... Просто стоит фюзеляж для красоты в офисе. О! Фирма занимается тем, что, видимо, занимается ремонтом, обслуживанием планиров. Это то место, где стоит наша ДГшечка. Вот стоит наш прицепчик в состоянии. Вполне себе прицепчик прекрасное. То есть алюминиевый. Как мы любим. Ну и сейчас мы откроем. Посмотрим, где оно счастье. Вот оно. Здесь. Окей. Can you open? Ну-ка, о-па. Ну что, для начала хорошо то, что на ДГшке угольный лонжерон. То есть это уже, несмотря на возраст планера, технология, которая позволяет обеспечить прочность. То есть толстый динамический профиль. То есть планер нескоростной. И смотрим гилькоут сразу же. Отлично. Состояние гилькоута. Монефик. Мы сделали 3000 часов. Чек, ага. И все хорошо, да? Все хорошо. Ну, естественно, будут какие-то там потертости. Еще что-то тут нет. Основания считать, что это будет прям девочка и лялечка. Но пока сквозь все, что я могу сказать, хорошо. На крыле видны некоторые волны. Но не делается рефиниш. То есть это в большой доле вероятности, судя по желтому свету, оригинальный гилькоут. Это тоже хорошо, потому что можно всегда делать будет рефиниш. Ну, просто само состояние планер ухоженный. То есть это один владелец, и судя по разговору с ним, человек просто до, не знаю, фанатизма, что ли, влюбленный в этот аппарат. Видимо, по ряду причин он не может летать, потому что он сказал, что он летать не может сейчас. Если летать со мной не может. Но расстается, видимо, с такой коньякой. Вот это крепление сделано под длинные ухоженные. Ну что ж, как я и говорил, да, вполне себе нормальное состояние. Самое главное, насколько фонарь затертый. О, у меня во принцессе фонарь. И то хуже. Все. Вот это однозначно, однозначно берем. Перфект кондишен. Супер. Это в хорошем состоянии, и он летит очень хорошо. Мы сделали два теста фонаря с этим. После 3000 часов. Все работает. Ну что ж, здесь тоже чистенько все. Ну, понятно, что возраст приличный, но теплый ламповый звук. То есть все элементы. Это все. Это что у нас? О, а вот у нас моторчик. Легендарный Rotex 535C. Чем прекрасен этот мотор? Тем, что довольно мощный для своего возраста и мощности. То есть этот мотор, ну и принцип тормоза, вот это все мне известно, потому что у меня был планер Janus CM. И мне вся конструкция, вот это вот, как они тут все реализовали, хорошо известно. Все шланги, все в прекрасном состоянии. Наработка пропеллера небольшая. Всего лишь 95 часов. Глушитель. Один карбюратор. Это просто изумительно, потому что настройка двойного карбюратора намного сложнее. Отсек. Ну, конечно, тут маслица фигаслица, но это все можно вот... Ну, не так, как я видел на других планерах, которые недавно осматривал. Там просто был бардак в этом отсеке. Здесь вполне себе красиво. Все доступно. Вы видите, да, можно везде лапами залезть. Все обслужить. То есть не так, как на моей принцессе, когда... Если и делать операцию, то... Как-то через жопу все. Здесь вот этот, когда двигатель снаружи, все прям просто прекрасно. Это все запчасти от планера. Запасной двигатель. Для электрического винч. О! Да, супер! О, вау! Оксиджен систем. Оксиджен боттлеры, спеер-тюберы. Классный тюбер для них. Очень много вещей. Это экстракт инжен-партаменты. Гастерты. Это сокровище. Друзья, мы нашли сокровище. Это у нас, собственно, крыло. У нас все новые крылья. А, ого. Оксиджен. Потому что, когда ты делаешь инспекцию 3000-х, ты должен взять все это. Ага. Делать крылья. Угу. Вот это все стоит новое, потому что... Разбирается крыло на 3000 часов на инспекцию. Ну, прекрасно. Я имею в виду, это крылья готова, чтобы летать. Да. Да, это прекрасно. И качество очень хорошая, потому что я вижу, что это один овен, и этот человек любит этот глядер. Да, я знаю. Это реально везение. То есть, если... Ну, я вел целую ночь машину. И могу сказать, что с этой ночью... Окей. 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 Я перенесил основную трючку, да? 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 Это основная трючка, да? Да? Я перенесил основную трючку. А, да, окей. Да, это безопасно. Да? Да, окей. Окей. Как владелец 535C, я могу сказать, что вот, ну, просто лялечка. Вылизано все. Ой, все прям... И сам планер. Вот, кстати, бак. Это откручивается, то заливается топливо. Намного, кстати, удобнее, чем у меня было на моем Янусе, потому что заливалось здесь. Воняло очень сильно. Здесь, чувствую, не должно быть такого. Потому что отсек отделен. Отсек... Ну, сейчас открою, объясню вам. Так, здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Ну, вот, да, понятно, что 90-го года планер все-таки, то есть, повидавший времени. Но он может летать еще 3000 часов. А потом еще 3000 часов. А потом еще 3000. У него ресурс 12000 часов. Поэтому нужно летать, летать и летать. Сейчас я очень хочу сесть внутрь, посмотреть, как будет в задней кабине. Вот крыло тяжеленькое будет, конечно, тяжело будет. Но все, тут даже лебедка есть, по слухам. Сейчас пройдемся по прицепу. Здесь. Ну, все прям. Тоже уголечек есть, видите. Да, что не только тут стекло. Но и уголечек. Это хорошо. То есть, это планера, в которых уже уголь применен. Соответственно, имеет кучу плюсов. Фонарь в идеальном состоянии. Ну, это грязь на нем, которая оттирается. Сейчас лучше не тереть. Но видно, что не зацарапанный. То есть, мой на моей принцессе значительно хуже. Ага. Есть новая батарея в ней. Литиум, да? Нет, стартера. Ага. Это очень новая. Ага. И в передаче вы можете видеть, что там есть complete cover. Есть флорм отдельный, кранчик. Это очень удобно. Индикатор скорости по центру. LX8080 вполне достаточно для навигации. Ну, вот планер, бери, долетай. И какой-то старинный вареометр. Кембридж, видимо, высокоточный. Это очень модно считался раньше. Наработка двигателя текущая 40. То есть, видимо, был ремонт на 150 сделан. И куплен запасной двигатель. То есть, этот двигатель отремонтирован. Ну, и 190 часов вообще ни о чем. У меня сейчас 176 на принцессе за 5 лет. Вот эта вот штуковина. Это, видимо, управление мотором. Газ какой-то. Вот он. Как это выглядит все. Здесь вся приборная панель такая. В совершенно замечательном виде. Олдскульном таком. Ай. Ну, мне все нравится. Видите, здесь еще маленькие микросолнечные панельки. Что-то заряжать. Здесь мы видим. Это, видимо, управление задней кабины мотора. Возможно. И оно, видите, заблокировано. Чтобы сзади человек не мог нечаянно нажать. Ну, не знаю. Буду еще разбираться, делать обзор по этой штуке. Пока. Пока просто пребываю в некотором восторге. Состояние всех рулевых этих поверхностей тоже. Ну, щуп. Надписи. Вот эти вот всякие штуки. Ну, это можно потом, например, кожей рожей перетянуть. Ручка, насколько удобная. Удобная. Триммер. Триммер. Как у меня на принцессе. Триммер. Очень удобный триммер. Вот такой. С тросиком. Здесь у нас радиостанция подсоединяется. Основные штыри. Вот так. Я в восторге. Друзья, из интересного. Приехали два джентльмена, которые хотят посмотреть, как оригинальные провода, устроенные на планере. Я не снимаю их близко, потому что это некультурно. Но сам факт. Вот этот планер находится в таком состоянии. В идеальном, что люди приезжают, владельцы таких же планеров приезжают посмотреть. А как? Как оно должно быть? Ой. Бенас, ты посмотри, на что ты меня сподвиг. Вот, заразив старинными планерами, ты вынудил меня купить вот эту красоту. Это, конечно, не деревянный планер, но это когда-то, когда делали такие хорошие машины, как Volkswagen T4. Когда же делали такие хорошие планера? Почему, друзья, вот этот толстый профиль, который вы сейчас наблюдаете, это крыло, он не очень хорошо? Он не хорошо с точки зрения максимальной скорости. То есть, планер будет лететь, естественно, медленнее, чем «Принцесса» гонять. То есть, на нем тысячу тысячу будет пролететь чуть сложнее. Но тоже можно. На этом планере летают тысячные маршруты в Африке. Вот этот планер несколько раз был в Африке. И это классно. То есть, на нем тоже можно такое делать. Но несколько медленнее. То есть, скорости переходов 220-240, сколько мы там фигачили на «Принцессе». Здесь такого не будет. Здесь будет 180, например, скорость перехода. Но, в конце концов, если уж на то пошло, задумайтесь. А вот нужно ли вот так быстро? То есть, я недавно пролетел маршрут до «Мотерхорна» и обратно на «Пипестреле». И быстрее 150 мы вообще не летели. Маршрут получился длинный, но он получился безумно красивым. И вот эта вот чуть ниже скорость, чуть больше настроения. В конце концов, самое главное, это будет не так дорого, как полеты на «Принцессе». Потому что «Принцесса», она, конечно, «Принцесса», но очень дорого стоит. Вот все это настолько... Вот особенно вот работа с мотором. То есть, новый мотор, такой есть запасной, на «Принцессе» замена мотора 22 тысячи евро. Это было, сейчас уже, наверное, и больше замена Ванкеля. И ты сам поменять мотор, снять не можешь. Не можешь вообще ничего сделать. Здесь залез и... То есть, я делал ролик, когда про реактивный планер. Я снимал... У меня Януса уже на тот момент не было. Я много снимал вопросов по картинке. Картинки просто вам показывал. Вот 535C в его реальном виде. И теперь, когда прошли годы, я тебе могу сказать, сколько стоит обслуживание 32-го шляхера. Это настолько дорого, что хочется купить вот такой старинный моторчик и горе не знать. Самое главное, что такой моторчик здесь запасной. То есть, он есть еще один. И он простой, как валенок. Что это такое? Это вот картер. В нем внутри коленвал. Два поршня. Вода. Все. Вот этот двухтактный двигатель. Здесь нет ничего, ни этих мотивов роторов, ни шмотеров, ни дополнительного охлаждения. Один карбюратор. Ну да, этот снегохода простейший двигатель. Бомбардир Ротокс. Киргуду. Из сложности, друзья, Ротокс такие замечательные моторы перестал производить в 90-х годах. И, мало того, перестал поставлять на них запчасти. Какое-то количество времени запчасти еще находились. Что-то можно купить вот на такие движки, но в основном это все-все. И это, увы, боль, печаль и грусть. Но когда есть запасной мотор, то это боль, печаль и грусть условно. То есть, понимать можно, что часов как минимум на 300 мотора хватит, а это черти сколько лет. И, в общем, можно расслабиться и получать удовольствие. Что здесь со всякими этими створочками? Стоят, кстати, солнечные панельки небольшие для зарядки. Это очень удобно. Это уже видно, что это сверху наклеено. Подзаряжать немножко приборы. Это реально. У меня такое же есть. Единственное, что видите, здесь если наклеено и есть дополнительное сопротивление от такой же створочки, то у меня они прямо интегрированы внутрь створки, то есть сделаны, отформованы сразу. Ну, это мелочь. У меня одна камера сопротивление больше дает, чем все это вокруг. Видите, как сделаны? Пружинки сделаны. И еще немножко пружинки стянуты, чтобы это все не вибрировало. Потому что реально пружина достаточно сильно вибрирует и очень часто отламывается. И вообще вот это самое слабое место двигателя, вот эти все глушители и так далее, это все трескается часто. Ну, это все подваривается, переваривается. Ну, в конце концов, вот такой уж глушитель можно заказать, сделают новый. Никаких вопросов все эти друзья, которые занимаются картингами, фигартингами. Здесь, видите, как устроен редуктор. На моем Янусе вот эта пластина, она была из углепластика, типа для легкости. Здесь, кстати, из углепластика сделана красивенькая такая вот. Что это такое? Это смазка специальной пластины, которая на входе вращается и создает там правильные фазы впрыска топлива. Здесь вы видите, да, что у нас есть алюминиевая пластина, на которую крепится еще одна пластина. Здесь стоит тоже алюминиевая пластина через головки, на блоке дальше идет подкос. Подкос сделан из двух композитных пластинок. И все. И вот этот подкос, вот, собственно, вся мотоустановка получается жесткая. Вот он редуктор, вот он ремень. У ремня натяжка есть, здесь какие-то должен быть, видимо, эксцентрик. Это все натягивается, проверяется. Ремень широченный, крепчайший. Тебе нравится, Илья? Как тебе? На меня несколько мотор смущает. В смысле? Ну, если он уже не производится. Ну, и что? И что? Тут же есть запасной. Почему? Не, на него есть поршни, можно... Ремонт его делается. Имеется в виду, например, что если ты навернешь головку блока, то есть, зальешь сюда не тасол, а воду и заморозишь его, то все, вот это уже не найти. Картер особенно, вот картер тоже найти достаточно сложно. Но мы нашли, кстати... А, мы нашли головку блока на такой двигатель. Ну, это запасной мотор. Когда у нас накрылась головка блока, потому что кто-то гайку забыл из ремонтничков в цилиндре. На предыдущем. Да, на предыдущем. У нас, друзья, ремонтировала французская фирма Монаж Мотор. И когда его собирала, то ли через глушитель, то ли через что, короче, гайка упала внутрь цилиндра и накрылся цилиндр. Ну, и размолотил головку. Соответственно, мы каким-то чудом нашли вот эту вот, вот эту головку блока. И ее поставили новую, поменяли. То есть, все было хорошо. Ну, здесь, конечно, вычищено все просто в идеал. Закрываем переднюю кабину. Мне же интересно, как на этой штуке летать из положения сзади. Пробую забраться и посмотреть, как будет на рабочем месте инструктора ощущаться все. О, так. Ну, что могу сказать, что сначала мне однозначно нужно будет подушечку под жопу больше. Ну, вот так то же самое, что и в моем шляхере. Я использую 7 сантиметров подушку, чтобы подняться повыше. Ну, что прям ощущается, что хочется быть, ну, немножко вот повыше. С точки зрения откинутости назад все хорошо. Ну, давайте закроем фонарь, посмотрим, сколько места есть. Места очень много с точки зрения головы. То есть, однозначно нужно выше садиться. То есть, вот положение мое должно быть вот типа такого. О! Ну, и, соответственно, дальше ширины много. То есть, ширины хватает. Обзор вокруг замечательный. Ну, и сидеть, сидеть реально удобно. То есть, сейчас надо понимать, что там будет еще парашют. То есть, вот так вот будет как-то. И погнали. Рулим ногами. Рулим. Тут еще, наверное, что-то регулируется. Посмотрим, как это из кабины. Видите, вот сижу. Видите, какие крепления под ноги. Чтобы ноги выше вышли. Как это, может быть, гинекологическое сресло. Да, там ни разу не был, друзья. Но, как бы, картинки-то видел. Да, это все вот это пристегивается. Сейчас вот, сейчас надо задуматься от положения. То есть, насколько это вот комфортно с точки зрения сидеть долго. То, что здесь же практически жить в этом фонаре. Зеркальце удобно закреплено. Однозначно надо выше. Потому что, вот я сейчас смотрю вперед. Я вижу зеркало, я не вижу носа планера. Ну, хотя там обычно видишь голову пилота другого. Теперь поднимаюсь, как я буду. Угол зрения меняю. Вот как с подушечкой под жопой. Вот как у меня до головы тогда не так много остается места. Вот. Когда до головы места немного, тогда все как бы хорошо. Обзор вперед есть. Сбоку. То есть, вот эта штуковина очень грамотная вырезана. То есть, она ровно заслоняет приборную панель. И голову впереди идущего человека. Обзор влево вполне. Ну, примерно то же самое. То есть, так как у меня фонарь с переплетом на шляхере. То примерно то же самое. Единственное, фонарь у меня, вот эта вот дуга, она еще толще. Через нее идет вентиляция. То есть, у меня как раз вот через эти дырочки вот так идет воздух. Здесь такого нет. Сама вентиляция присутствует. Вот это. Можно, соответственно, закрыть, открыть. Вот это аварийный сброс ручки. Вот я провалился снова. В положении приборов центральная скорость, ну, удобно. Вполне себе. Вот это что такое? А, высотомер интересный какой. А высотомер в чем? 3, 6, 9 футов. Придется еще и на футы переходить. Но ничего. Так, все-всякие надписи, проверки, фигерки. Что вот это такое? А это, наверное, какие-нибудь все эти мухосборники, что ли? Да, друзья, это как раз мухосборники. Все на нем еще мух можно очистить. Видите, стоят машинки специальные. Как работает мухосборник, я вам покажу обязательно. Так, у нас закрыл. А, закрылок вот. Голубая ручка, это воздушные тормоза. Удобная. Вот, пожалуйста. Закрылок положение у нас. Минус 10, минус 5, 0. Плюс 5, плюс 10. Нормально. Так, шасси, шасси. Где шасси у него пускается? Вот, судя по всему, вот шасси. Вот триммер. Триммер, как я вам говорил, на ручке. Вот, курок. И переставляется триммер. Ну, проволочка там у меня, допустим, красиво в обшивку это встроено на шляхере. То есть, ну, какие-то вещи, знаете, так смотришь, конечно, можно было уже и лучше по нынешним временам. Но в целом, за аппарат, за 100 тысяч евро, совсем недорого. То есть, к примеру, то есть, если сейчас новый покупать, вот если я бы захотел продать свой шляхер, вот в такой комплектации со всеми прибамбасами, полностью готовый, то я бы 1300 мог продать. Но здесь за три раза, в три раза меньшее деньги, но я бы не сказал, что в три раза худшее, меньшее удовольствие. То есть, вот это вот у меня рабочая подменная лошадка. То есть, то, что вполне заменит шляхер с точки зрения полетов, сможет, можно вполне летать в горах. И в то же время, в то же время, это будет, ну, в общем-то, не так дорого. И такой планер можно будет отправить в Африку, спокойно летать в Африке. Или принцессу отправить в Африке, а здесь планер останется. То есть, вот именно философия у меня подменный борт для того, чтобы можно было иногда в случаях, когда вот мне действительно нужно сдать принцессу в аренду. Ну, например, моему другу Себастьяну, который летал этой весной несколько недель на ней. То есть, когда вот такая ситуация, где приехал мой друг Саша, который владеет тоже частью принцессы, хочет полетать. Вот на чем мне тогда летать? Вот это уже будет лично мой планер. Только мой и ничей больше. Смотрим, как это с точки зрения блогерства выглядит. Ку-ку. Это новое рабочее место. Ой. Ну, вот вы видите счастливого человека, потому что очень обидно, когда ожидания не оправдываются. И я недавно, когда ехал с чемпионата мира, через Чехию заехал в Австрию в одно местечко посмотреть Твинастер. Я летал на третьем Твинастере, мне он очень понравился. И, ну, как бы я задавал вопросы по интернету. Ну, как-то на них так отвечали. Но, как оказалось, у Твинастера был отломан хвост. Ну, его починили. У Твинастера улетел винт. То есть, то же самое, что было на нашем Твинастере. То есть, винт сошел с гайкой, гайка раскрутилась. Там очень неудачная конструкция у Твинастера. Ну, вот установки убило даже однажды инструктора. То есть, за чего они стали дешевыми, как дешевле снега. Плохая репутация за планером закрепилась. И, судя по всему, не зря. Потому что, ну, вот у меня был случай. Жена стояла, вот она сбоку стояла. И Сережа, мой друг Лепчинский, стоял, держал, упирался в нос планера. Мы пробовали двигатель. Я его прогазовал, пожужжал. Потом слышал, что-то не то. И только так смотрю. Ну, как-то в душе заглушился. Заглушился. Пытаемся убрать. Не убирается. Торчит что-то. Ну, потом смотрим. Винт сошел. То есть, открутилась гайка. Винт сошел с оси. И держался на маленьком таком тормозе. То есть, он в этот тормоз уперся. Еще немножко бы он его там дрым-дрым. Или снес бы. Или срезал бы. И дальше винт улетает вперед. Минус жена, минус Сережа. В общем, тьфу. Никогда такого бы не хотел бы. Ужас, ужас, ужас. Потом мы поняли, почему такое. Нашли эту шайбу новую. Поменяли. Ну, то есть, но все равно. То есть, вот пример, что на таком же планере улетел винт. И мне показали картинки. Потом я все это построил. Построил общее состояние планера неухоженное. И решил, не, не хочу. Хотя я очень любил этот аппарат. И люблю. Но все-таки винтомоторное сделано там отвратительно. Здесь за этим планером только положительные все отзывы. Я с Клауса спрашивал. Клаус сказал, Игорь, вещь. То есть, вполне как френдли планер. К штопору относится прекрасно. То есть, такой вот весь... Да, длиннокрылый достаточно. Уже 22 метра все-таки. Но он френдли. Вот это самое главное. Что я не хочу планера, который будет там какие-то рекорды позволять сделать. Но при этом будет не френдли. Недружелюбный. Какой-нибудь пример. Ну, например, нимбус 4DM. 25 или 26 метров у него размах. И он уже очень критичен по штопору. И там, допустим, если планер, не дай бог, валится в штопор, нужно сначала убрать закрылок, если он стоял в плюсе. Потом выводить из штопора. А это движение для летчика такое достаточно нестандартное. Так вот сделать. Поэтому гибнут, ну, теряют борта. То есть, и, к сожалению, теряют людей. У меня друг Игорь Авдеев на планере Небу 4DM в Феноне. В каком-то 99-м году он меня звал полетать с собой. Еще только начал летать на планере. Я еще не летал. И потом, я даже жил у него в доме, в Анси, там, был с ним хорошо знаком. Учил когда-то его летать на параплане. Ну, потом я сижу в кафе, я смотрю передачи. Как кто-то погиб в горах на плане летом. Слышал фамилию, волосы дыбом. Соответственно, что-то случилось. То ли штопор, то ли в глубокую спираль свалились на нем. То есть, аппарат сложный. И требует, чем длиннее крыло, тем сложнее летать. Здесь некий компромисс. То есть, планер хорошими характеристиками обладает. То есть, это уже открытый класс. Это 22 метра здесь размах крыла. Но в то же время, это не 26. То есть, кажется, разница такая не очень большая. Но она очень ощутимая. То есть, вот любой лишний метр. То есть, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы сделать было 20 метров. Но, к сожалению, 20-метрового такого не продается. Продается 22. Но все сказали, что это из открытого класса. Это самый дружелюбный планер, который существует. Ну, и состояние прям вот... Скажу так, что фонарь... Вот у меня проблема сейчас со съемкой видео вся в том, что на «Принцессе» очень сильно поцарапали фонарь. Он уже весь такой... Вот камера, когда летает, бам-бам-бам. Здесь царапина. Здесь он немножко тонированный. И видно, что не затертый нифига. Ну, кабину, наверное, кармашки вот эти я перетяну. Потому что это совершенно несложно сделать. Есть ателье, которое делают их из кожи. И у меня кожаный салон в планере. И вот это реально намного удобнее, потому что меньше всякой пыли. То есть, здесь, видите, вот это вот минус. Это пылесборники. Но это оригинально, 90-го года. Вот это все пылесборище. Ну, что это все мы сможем переделать. Нужно ли переделывать, перекрашивать что-то здесь? Да не нужно. Все это вот в хорошем, нормальном состоянии. Нормальный пластик. Но вы понимаете, да, что это можно всегда вот эти панельки боковые все снять. Аккуратненько их обновить, там, покрасить. Если нужно будет. Только, собственно, как и весь планер. Смотрим, как открывается фонарик. Оп. Оп. Здесь аккуратненький шнурочек. Ну, все прям... Восторг. Восторг. Это что за что? Я немножко высиделся в кабине. Могу сказать, что при наличии подушки будет вообще идеально. Сейчас, в принципе, удобно. Вот это... То есть, я... Позвоночник у меня все-таки сломанный был на параплане в 20 лет. И если я сижу неудобно, у меня начинает болеть спина. Для меня положение планере достаточно критично. Я вижу здесь, что вполне нормальное положение планере. То есть, меня устраивает при наличии подушечки. То есть, у меня все-таки рост не 2 метра. А здесь вполне себе 2 метра должно поместиться. В общем, эргономика. Все прекрасно. Это управление двигателем. Да. При этом тут какое-то все автоматически. Здесь нужно читать инструкцию. Будет показывать обороты двигателя. 6900-7200. 7200 это максимальные обороты. Типа, наверное, в виде отстаток топлива 1 литр. Это 95 градусов. Больше нельзя температуры. Вольтаж батареи. Ну, действительно красивый такой... Аккуратненький пультик управления двигателем. Он значительно лучше, чем был у меня на Янусе. Видно, что люди, которые делали с планером мотопланер, сильно думали о том, что они делают. Это не может не радовать. Один из серьезных вопросов, как покидать планер. Потому что, если вдруг столкнулся с другим планером, нужно из него иметь возможность вылезти. И из минусов. Глубокая посадка, однозначно. То есть, посадка прям... Ну, я уже говорю, что мне нужна еще подушка. То, что это тогда будет привычное положение. Не такое, как сейчас, а такое, как у меня в шейхере было. Теперь вылезать. Ну, сейчас попробую. Оп! На борта. Ну, вот это вот движение будет сделать достаточно сложно. Ну, и, соответственно, дальше. Лапы за борт. И выпрыгнули. Не знаю. Я надеюсь, нам никогда не придется прыгать из этого планера. Давай переднюю кабину еще посмотрим. Потому что я-то, как эгоист, смотрел, как мне будет удобно. А как здесь будет? Ну, тоже видно, что достаточно места. Узел педальный регулируется. Передний. Вот здесь, кстати, хорошо, что прям можно вот так долезть до этих педалечек. Удивительно. Непривычно для меня то, что... Ну, это классика ДГ. Они делали очень короткий нос. И вот ножкам тепло будет переднего пилота. Потому что на них будет светить солнышко, например, при полете в волне. Это действительно удобно. Что мы имеем впереди? Куча всяких предохранителей. Мы имеем радиостанцию. Потом что-то еще такое имеем. Что вот это такое? Он гоу. Не знаю. Не важно. Вот это еще что-то такое. Видимо, транспондер здесь есть. Да, транспондер есть. О, это очень тоже богатая комплектация. Илья задал резонный вопрос, как винт понимает, что он в вертикальном положении. Вот концевой датчик, концевичок. Вот, и концевичок видит, там магнитик стоит или что-нибудь в этом роде, или кусочек металла. Я такое часто на лебедках своих использовал. И дальше врубается автоматически или вручную вот этот вот тормоз винта. Вон он, видишь, стоит. Кто? Машинка для тормоза. А, машинка для тормоза. Вот она стоит. И, соответственно, тормозится винт. И дальше все это, опять же, автоматически убирается. Карбюратор вот этот мне знаком. То, что здесь, конечно, один карбюратор, это безумно удобно. Это настолько упрощает жизнь, что даже себе представить не можете. Это плохо сказывается на расходе топлива. Ну и хер бы с ним, как говорится. Я летал на 98-м, на 95-м. Это удобно. Друзья, движочек работает на обычном бензине с автозаправки. Потому что в свое время залезать не сказала бы, что прям очень удобно. Оп. И когда я летал на Янусе, у меня было, не было проблем с бензином. Поехал, купил. Так, ну что? Здесь будет парашют. Удобно. Реально. Вот само положить. Да по позвоночнику я даже чувствую, как уже удобно. Вот это вот определенный наклон. Давайте закроем кабину. Ой. Не будем закрывать, потому что орет сигнализация. Хорошо. Слушай, реально хорошо. То есть, ножкам хорошо. Ноги не отсвечивают фонарь. Как раз они прикрыты немножко. Но сразу же вот только стопы прикрыты. А дальше сразу все открыто. То есть, комфортно. С точки зрения моего роста, педали мне подтянуть нужно немножко. То есть, они не на самом переднем положении. То есть, понятно, что будет больше места. Нужно подтянуть педали. А для длинных людей, у которых метр девяносто, это значит, что они будут помещаться. То есть, мне сейчас нужно как минимум сантиметров на пять подтянуть педальки к себе. Так, вот эти вот боковые руки класть подлокотники хорошо. Работа с закрылком тоже удобно все. У задних нет перемещения. Так, вентиляция нормально. Вот неудобно. Знаете, что, друзья, вот этот вот карман. То есть, к нему тянуться будет... Видите, как рукой вот здесь вот, а карман где-то сзади болтается. Ну, ничего, ну, нефиг туда косметичку класть. Прекрасное оснащение. Взял и полетел. То есть, планер реально ready to fly. Никаких вопросов. Так, откроем фонарик. То же самое, РС. Теперь, вот здесь, видите, цепляться пытается за лапу все. Эту лапу вот так можно через верх. Надо привыкнуть. Ну, все-таки вылезание с планера на четверочку. Точно не на пятерочку. То есть, и задняя кабина, да, я бы сказал, на 4 с минусом. А здесь на четверочку. Другой... А! Фонарь-то... Фонаря-то не будет, да. Так что, как это? Захочешь, прыгнешь. Я когда только увидел этот планер, не думал, что это наклейка. Думал, что поцарапано. Ну что, видите, кабан. Вот, кстати, да. Я сейчас смотрю на него, но точно кабан. Кабанчик. Отлично. Ну что, кабанчик, подружимся? Подружишься с прицессой? Прицесса и кабан. Ну, не знаю. Не очень мне нравится, конечно, как звучит кабан. Друзья, давайте в описании под видео обязательно предложите название для этого аппарата. Ну, видите, предыдущий хозяин звал его кабан, видимо. Пока я вижу просто достаточно эстетическую летательную машину. Видите, какое значительно более крупное оперение. Вот когда мы поставим рядом нашего кабанчика и принцессу, то вы увидите, что у принцессы намного меньше руль направления. Почему это происходит? Потому что у принцессы чуть длиннее фюзеляж. Ну, визуально, по крайней мере, я вижу, что фюзеляж здесь относительно короткий. И для того, чтобы контролировать вот эти длиннющие крылья, здесь, конечно, нужна большая площадь. Соответственно, и стабилизатор значительно больше. У принцессы он тоже, ну, раза в полтора меньше. То есть здесь развитое мощное оперение на более короткой балке. Ну, тоже одно из решений. То есть это увеличивает немножечко сопротивление в будущем оперения, но укорачивает фюзеляж. Давай, вот ты поработаешь, будет понятно. О, поворачивается. Друзья, из хороших новостей. Переднее поворотное колесо. То есть на планере даешь газу, можно проруливать совершенно изумительно. То есть у меня на шляхере заднее поворотное колесо. А здесь, ну, так выбрано, вот это шасси, конструкции и так далее, что когда садятся оба пилота, то планер опускает нос на переднее управляемое колесо. И, соответственно, вы можете ехать на нем. И когда вы даете газу, тем более, получается, переднее колесо прижимается. И что удобно, вы в этом случае рулите, у вас планер никуда не уходит с оси полосы. Когда хвост опускается вниз, переднее колесо поднимается, уже начинает эффективно работать оперение. То есть, как бы тоже одно из решений. Хотя, конечно, мне дико нравится, как у меня на шляхере заднее колесо работает. Действительно, в Африке я взлетал в очень сильный боковой ветер, очень все устойчиво. Заднее, конечно, не убирается. Это 90-е годы. О заднем убираемом колесе и не думали. Но поменяв один раз за 2500 евро заднее убирающееся колесо, я могу так вам сказать, пусть лучше будет не убирающимся. Это все значительно дешевле. Все эти навороты, понты, они очень дорого выходят в эксплуатации. Видно, что, как вы видите, да, что много полиняло надписи, подвыгорело. То есть, это говорит о том, что никогда ему не делался этому планеру рефиниш. То есть, его вот это вот покрытие, оно оригинальное. И это, с одной стороны, плохо, потому что когда-то придется рефиниш делать, а с другой стороны, оно в таком состоянии, что оно лет пять еще пробегает, а потом этот можно планер будет привести вообще, сделать из него полную лялечку, чего он однозначно заслуживает. Ой, хорошо, слушай, все прям очень хорошо. Поехали деньги платить. Задний педальный узел нерегулируемый. Это, конечно, минус, но для меня это не минус по той причине, что мне удобно. Но если в этом планере будет летать кто-то более там или длиннее, или короче, то под мой метр восемь все сделано. Передний же узел, вы видите, регулируемый. То есть, сейчас мне многовато. То есть, мне нужно вот на эту вот дырочку перещелкнуться. И еще можно короче, 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 короче делать. То есть, два метра сюда, я думаю, влезет. Будет удобно. Ну, метр девяносто пять точно. А вот сюда, я думаю, что метр девяносто влезет, а вот уже метр девяносто пять вряд ли. Ну, может быть, как-то что-то там изгаляться придется. Вот интересно, вот этот угол регулируется? Вот установки вот этих вот кресла. Да, может быть, и регулируется. Надо будет посмотреть. Да, регулируется, точно. То есть, как-то надо разобраться, как это можно уменьшить, угол увеличить. Это цанговое крепление ручки. Как-то у меня похожая цанга открутилась, и ручка вот так вылезла, и осталась в руке. Смотрите, инструктор, ручка. Тут ничего. Си-то нельзя выпустить сейчас. Шасси? Ну, а что шасси? Ну, шасси, шасси. Створочка аккуратненькая. Здесь что-то... Ой, слушай, да ну, не надо там вот этот взгляд. Я тебе так скажу, если планер в таком состоянии прекрасном, то и все остальное, то есть он ухоженный. То есть по нему видно, что он ухоженный. Поэтому, даже если там какой-то колодки нет, да и фиг бы с ней. Тут аккуратненько залито, чтобы проводочки не терлись. Все прям чики-пики. Никаких вопросов. Я просто не видел, это первый планер, который я смотрел. Так что-то... Я за это мало. Ну, это... Ухоженный, неухоженный? Я осматривал много планиров. Я только тройму осматривал. Я могу сказать, что такое ухоженный. Свежее. Не, ну, принцесса ты имеешь в виду? Конечно, планеру 5 лет, они... Сколько с 90-го года? 32. То есть 5 лет и 32. Ну, конечно, есть большая разница. Но, друзья подалеты, они скоро будут близкими, принцесса очень много летает. Поэтому, я почему этот купил, чтобы не жечь ресурс дорогущего планера, летать в простые полеты, какие-нибудь локальные и так далее. Ну, и вообще часть полетов выполнять на этом. Ну, и просто интересно посмотреть, как я же увлекся старинными планерами. Вот настоящий старинный планер с мотором. И это вопрос доступности. То есть такой планер, то есть 100 тысяч евро, это... Причем это очень хорошее состояние, это очень хороший планер. Такой можно купить, начиная от 70. Попадались предложения. Там вот продавали сейчас твинастер, у которого отлетает винт и убивает инструктора за 62 тысячи евро. Пожалуйста. Друзья, по поводу твинастера, как я говорил, здесь винт крепится так, что вот это все с подшипника сойти не может. Просто не может физически так сделано. А на твинастере такая корончатая шайба держит полностью весь подшипник. И когда эта корончатая шайба ломается лепесточек один, ну, его загибают несколько раз, контрят, расконтрят, контрят, или подшипник неверно зажали. Ну, все улетает вот так вперед, дальше вращаясь, попадает в голову инструктору. Такой случай был. И все. Ну, и как бы это сильно удешевило стоимость любого твинастера 3SL, который есть на рынке. И это одна из причин, по которой я вот выбираю себе именно не твинастер, хотя он дешевле был бы на 30 тысяч евро, а вот все-таки вот эту ДГшку, потому что жить хочется. Можно сказать, только жить начинаю, а тут ну, реально посмотрел, посмотрел картинки, как у них отвинтился винт, улетел в лес, как они потом его в лесу нашли. А это, собственно, само место, где производят ремонт планиров, то есть, как вы видите, вот как выглядит обычная немецкая небольшая фабрика по ремонту планиров. Ну, такой вот сарайчик, покрасочная камера, видимо, вот здесь вот. и, пожалуйста, привозят разные планиров, и им восстанавливают покрытие, ремонтируют, проверяют. Вот на этот планер, который мы покупаем, была сделана трехтысячная проверка. Это сложная процедура, которая стоит от 10 до 20 тысяч евро. По словам продавца, 20 тысяч евро стоила проверочка, и она уже выполнена, самое главное. А это, друзья, кладбище запчастей плохих. Видите, вот как выглядит отломанный хвост на планере. Вот так, бах, вот отпилили хвост, и будут проделывать новый. Вот вам подноготное ремонтных мастерских. Обнаружили еще один плюс этого планера, автоматическую стыковку управления, то есть, если на том же Янусе, который у меня был самым первым двухместным планером, нужно было еще кучу тяг внутри соединять, то здесь автоматическая стыковка. Вот, друзья, посмотрите, как убирается моторчик. Бум! И все, мотор внутри. Ура, друзья! Готов контракт, он подписан. Подписывали мы его в прямом эфире, потому что я вел стрим, заодно и контракт подписал, так что вы можете, я может быть, кусочек вставлю сюда. Вы сейчас будете видеть подписание контракта в прямом эфире. Это неожиданно для меня, но уж придется вырезать это все из стрима, чтобы вставлять видео боевое, потому что не хочется вам лишать такой радости увидеть, как человек тратит сто пять тысяч евро одной подписью. так, 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 я хочу переводить это для вас. О, это не обязательно. как я всегда говорю лучше иметь старую машину но новый планер а если вот я бы с удовольствием купил в т4 еще один если такой такой же хороший продавался бы как у меня тут он надо чинить конечно немножко вообще моя мечта новый т4 если бы где-нибудь был какой-нибудь консервации я бы точно по цене нового купил бы что великая машина легендарная дом дом на колесах фактически погнали я мне очень помог потому что я бы один после того как я приехал чем-то тамира пропилил 1700 километра еще пилить тысячу посмотреть планер тяжело кайф когда ты покупаешь именно тот что мечтал я сегодня ехал всю ночь за рулем ну часть ночи часть я ехал и у меня мысли были как же как я его увижу завтра а что это будет я думаю ну вот пусть она будет вот таким так вот она на самом деле чуть лучше даже чем я думал так что иногда когда звучит о чем-то мечтаете реальность получается лучше чем мечта вы понимаете да что времени сил я трачу на ролике на поле ты никогда нельзя назвать работой но есть потребность делиться просто вот делиться это событиями еще чем-то показывать миру как вообще бывает ну кусочек вот кусочек из жизни и это видимо хорошо получается поэтому мне всегда приятно когда есть обратная связь когда людям именно нравится так что спасибо вам что вы есть у меня ну и капельку что я есть у вас до новых встреч друзья будем летать вместе и кстати из плюсов на этом плане будет немножко дешевле летать поэтому это одна из очень хороших новостей до новых встреч друзья во всем надо служиться жилу иногда она название придумала пуся вепрь как нарисовано что тут придумывать а в зависимости от поведения будет или ниф-нифом или наф-нафом или наф-нуфом да вот так все все предельно просто но на всякий случай там пишите в описаниях свои варианты названия но в принципе вепрь мне нравится кабан как-то звучит отвратительно а вот вепрь все-таки как-то достаточно позитивно звучит будем трогать облаку рукой а а и